На законодательном комитете действительно рассматривалось это заявление, и не только это заявление, еще одно заявление было передано от жителей города, протянул, и тоже в адрес Павла Виталия Александровны. Ну мы на комитете решили, поскольку все-таки, насколько я помню, на совете речь шла о том, что может быть она на комитете даст какие-то объяснения. Ну она была на комитете, никаких объяснений она не дала, хотя и конкретно вопрос был поставлен, что признаете вы эти факты или нет, да или нет. Она ни да, ни нет не сказала. Мы решили, что поскольку это адресовано в совет депутатов, то совет депутатов и должен дать окончательную оценку. Я даже высказался о том, что мы как-то некорректно чисто на комитете принимать, потому что мы можем оказаться, часть из нас может оказаться свидетелями, потому что действительно вот те факты, о которых, в общем-то, говорится в этом заявлении, имели место быть. И дело в том, что были возмущены все депутаты, которым это было адресовано. А я напомню, что в это время к этому чату имели доступ 18 депутатов. Даже 20 депутатов, но на то время двое сложили полномочия, но 18 депутатов имели доступ, и помимо депутатов имели доступ и другие лица, там администратор какой-то, еще кто-то имели доступ. И в этом, я считаю, она нарушила законодательство, потому что с ней стали убеждать в том, что это неправда, что она неверную информацию, в общем-то, распространяет. Она нас убеждала, что нет, все это правда. И извиняюсь, конечно, директора школ, которые занимаются воспитательной деятельностью, очень возмутились этим. Уважаемый Дериенко, который проводит большую, скажем, я бы сказал так, работу по захоронению, в общем, останков погибших людей на фронте, он и прямо сказал, насколько я помню, дескать, если ветераны услышат ваши эти слова, они, говорят, вас разорвут на части, если память не изменяет. Именно вот такие вот слова были высказаны. Действительно, я тоже, в общем-то, не обратил внимания на то, что в этот день, насколько я помню, выступил министр иностранных дел Германии и заявил, что только Германия виновата в развязывании войны, никакая другая страна. А нет, все равно Советский Союз. И сослалась она при этом на доводы. Есть такой Суворов, который сбежал в свое время в Англию и заочно был приговорен к смертной казни работник КГБ. И на основании вот этих заявлений Суворова это, и даже на Западе была поднята целая волна против нашей, в общем-то, страны. И стали страну обвинять в том, что действительно наша страна виновна в этом. Вот. Ну, вот такой факт имел место быть. И, конечно, я стер, я не сохранял все эти, в общем-то, ее высказывания, поскольку она все это посылала всем нам. Но я стер, в общем, и вышел вообще из этого чата, больше не участвовал в этой переписке. Но потом оказалось, что некоторые сохранили, в общем, ее переписку, потом вышло все это в сеть, действительно. И вот я же хочу обратить ваше внимание на то, что она упустила один момент. В 2014 году в Уголовный кодекс была введена статья 354.1, которая называется «Реабилитация нацизма». И вот часть первая, она звучит так. «Отрицание фактов установленных приговоров Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси до одобрения преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично». Это уголовно наказуемое деяние, если часть, где еще 2, 2, 3 в этой статье. В общем-то, и наказание довольно-таки, в общем-то, суровое, если лишение свободы. То есть, по сути дела, оспаривались действительно факты, установленные в Нюрнберге военным международным трибуналом. И это, конечно, имеет признаки состава преступления. Здесь Виталия Александровна распространила среди депутатов такую информацию. Я прошу, дескать, депутатов дать оценку, является ли публичным общение в этих вот чатах. Так я ей на комитете объяснил. Я говорю, Виталия Александровна, вы задали вопрос, я вам отвечаю, что да, это публичное. Мы массу потока лжи и клеветы увидели за последние месяцы, в том числе и в наш адрес. Мы все, извините, негодяи, мы все, в общем-то, рейдеры, мы захватчики власти, как я вам сегодня говорил, с прокуратурой вместе, и, дескать, нас всех к уголовной ответственности привлекут. Вот в адрес уважаемого Александра Павловича даже было написано такое, ну, насколько я знаю, чтобы он готовился давать объяснение по захвату власти. И что он совместно с прокурором тоже совершил, в общем, взговор уступили и как бы захватывали власть здесь в городе. Ну, представляете, это вот со стороны коллеги вот такие вещи слышать, и у меня тоже терпение, в общем-то, не бесконечно. Каждый из нас, на самом деле, насколько я помню, у нас было человек 7-8, когда в этой беседе, кто активно участвовал. Должен сказать, там было не одно высказывание со стороны вот этой Павловой, но должен сказать, что мы активно, все, кто были, мы активно, я бы даже сказал, с негодованием высказывали свою позицию, абсолютно неприятие таких фраз в адрес страны, в адрес народа, знаете, просто вот этот период, как так вообще было можно. В ответ, в общем-то, только новые слова, которые, в общем-то, идут в разрез с тем, как большинство нашего народа воспринимает память и историю о Далекой Арктической войне. Еще и получалось, что и мы нехорошие, что мы неправильно воспитываем молодежь, на том, на чем, как бы, нас самих, как говорится, с детства воспитывали. Но тут уже сказать бесполезно. Я считаю, что мы все-таки не укрываем эти преступления. Действительно, надо те факты, которые были, непонятно еще, как они там, там самое оказались, у него на сайте, но тем не менее, надо сообщить об этом. А уже пускай соответствующие органы принимают соответствующие выводы, что из этого... Буквально несколько слов, хочу сказать. Действительно, мы на двух заседаниях законодательного комитета пытались разумить Виталию Александровну, объяснить ей, что она не права. Но в ответ мы получали, ну, фактически, только оскорбление. Я могу сказать, я сохранила это, надеялась, что все-таки Виталия Александровна будет привлечена к ответу за оскорбление истории нашей страны. И не только в словах, о чем сейчас Виктор Петрович сказал, но она выкладывала еще тоже в публичные сети, выкладывала видео, цитирую. Тогда еще пару видео, и выкладывая их, про то, кто начал войну, досмотрите, пожалуйста, до конца, грязную историю нашей Родины-Матери. Вот так вот, это ее, собственно, я цитирую то, что было написано. И дальше все идет, нас несколько человек действительно было в чате, мы пытались ей сказать, что это не грязная история, а мы гордимся великим подвигом нашего народа. Но опять мы в ответ, и мы, следи Валентины, как директора школ, другие депутаты, мы получили такие оскорбления, ну, просто, я не знаю, для меня это вообще, что-то было просто потрясение. Никогда, ни от одного человека, а живу я уже все-таки довольно много лет, я никогда таких слов не слышала, ни о Родине, ни о Великой Отечественной войне. И я считаю, совершенно правильно обратился вот к нам человек с этим заявлением, потому что у нас, у самих, не нашлось силы воли, не нашлось желания привлечь Виталию Александровну Павлову к ответственности за очернение, за искажение нашей истории, и за то, что вот она так отнеслась и, в частности, и к членам Совета депутатов, оскорбила нас.